Всем доброго трямса, друзья! Добро пожаловать на канал Андрея Грини и в Goin' Medieval. В этой серии я собираюсь заняться переделкой вот этого всего нашего безобразия, этого дома. И в первую очередь надо будет, естественно, разобрать вот этот зал и его полностью перестроить. И это, на самом деле, довольно серьезная проблема. Почему? Потому что разборка вообще здесь очень криво сделана. То есть, если я буду использовать инструмент разборки, он мне разберет все, что над и все, что под. Вот. То есть, если я хочу разобрать здесь полы и разобрать, скажем, мебель, то все это дело надо будет, естественно, выделять вручную по одному предмету. Потому что, если я это все сделаю вот так, то он еще и потолки все, скорее всего, разберет. Вот видите, как минимум один объект на потолке балку, он мне разбирает. Также все, что под, если, допустим, я буду разбирать вот здесь вот выделять, то он мне все снесет, что там есть внизу. Вот здесь вот, в нашем подвале. Короче, естественно, мне это не устраивает, поэтому начнем мы, естественно, с выделения всего этого безобразия в ручном режиме. Кстати, на самом деле, сейчас он разбирает все, в общем и целом, более-менее нормально. Библиотека у нас тоже вот отсюда переезжает куда-нибудь сюда. Это помещение, кстати, надо будет тоже расширить. Но давайте сначала мы все-таки займемся с вами вот этим залом. Надеюсь, что сейчас... А, кстати, заморозки-то прошли, ребята, заморозки-то прошли. Ну, хоть какие-то плюсы у нас имеются. То есть наши персонажи хотя бы не будут сейчас усиленно дохнуть. Ну, вроде как с разборкой покончено. Хотя еще, наверное, надо будет разобрать деревянные потолки, если они где-нибудь остались. Ой, ребята, у нас проблемы, у нас сложности. Кажется, мы там чуть-чуть замуровались, да? Наши балбесы чуть-чуть себя замуровали. Так, а может кто-нибудь... Эээ... Давайте посмотрим, что у нас наверху. Короче, деревянные полы. Вот эти вот тоже обязательно надо разобрать. Здесь, точнее, деревянные потолки, конечно же. И здесь вроде как можно использовать вот этот вот разбор, потому что... Внизу у нас нет никаких объектов, но их не осталось просто банально. Я все поразбирал. И надеюсь, что мы не разберем ничего лишнего. Хотя, черт его знает. Да, давайте-ка я лучше все-таки вот в этой части аккуратненько все это разберу. Вот так вот через выделение и кнопочку «Кей». И внизу у нас, по-моему, все-таки что-то разобралось. Давайте-ка мы это дело сейчас проверим. Ну, конечно же, вот обратите внимание, у нас разобралась стена. И у нас пошел под разбор. Жаровня пошла под разбор, которая, в принципе, совершенно нам... Ну, она нам пригодится. Короче, ее не надо было совершенно разбирать. Вообще, может сложиться впечатление, что Гринявому очень сильно нравится заниматься перестройками. Нет, на самом деле это не так. Просто ты изначально собираешь что-то, и тебе кажется, что это вот так вот и будет. А потом ты узнаешь, к примеру, новые какие-то механики в игре и так далее. И ты понимаешь, что все, что ты собирал, это все пошло по бороде. Вот. И, соответственно, приходится все это дело переделывать. Мне это нифигашеньки не нравится, потому что это потеря времени. И, по факту, откат какой-то назад, да, в развитии. И вообще, как бы, ну, видосики. Ничего интересного в этом нет. Так, настенное знамя. Ой, вот самое-самое обломное, что вот эти вот настенные знамена... Так, давай-ка мы их сейчас попробуем разобрать. По-моему, с них нифига не выпадет лен, а это значит, что мы не сможем сделать новые. И это большая-большая проблема. Это очень большое горе. Так, а еще вот этот снег в дверном проеме меня тоже дико бесит, потому что на нем все персонажи у нас очень сильно замедляются. Так, что там у нас в результате? Один кусочек, два кусочка, один кусочек. Что-то грустненько на самом деле. Ну, давайте стеночки мы тоже убираем. И вот этот склад, кстати, склад с камнем, его надо бы перенести куда-нибудь в другое место. Допустим, вот по этим стеночкам давайте бросим эти склады. Так, вот здесь вот давайте сделаем, и вот здесь вот давайте сделаем два вот таких склада. Очищаем все, и в материалах выставляем известняковый кирпичик. И сюда тоже самое, соответственно, выставляем. Человек, склад снова в деле. Все снесли, теперь можно все заново строить. Смотрите, значит, у нас будет вот такое вот небольшое помещение, предбанничек такой, кстати, со складом. Я немножко лоханулся, вот этот склад здесь неправильно стоит. Давайте мы его лучше вот сюда вот разместим, потому что здесь у нас будут стеночки. Вот так. Нет, погодите, не так. Вот этот вот блок отменяем, здесь тоже будут двойные двери. Ну и здесь, соответственно, копировать давайте тоже как-то... Вот не знаю, правда, как у нас тут в кухне будет. Где у нас будет вход в кухню. Но вот это все будет один большой зал. Им мы сейчас с вами и займемся. Значит, давайте начнем мы, наверное, с полов. Отлично, здесь полы уложены, пола, да. Здесь пола уложены. Так, здесь вот я не знаю вообще, наверное, часть полов вообще деревянная. Но так как все у нас снегом запорошено, запорашено. Вот, поэтому не совсем понятно, где у нас что. И нам понадобится еще много балок. Ну давайте сначала стены построим, а потом будем разбираться с балками. Через две, что ли, балочки делать? Ну почему бы и нет, на самом деле. Хотя это накладывает некоторые ограничения. Нет, давайте здесь через две, а дальше через три пускай будет. Так, раз балка, и вот здесь, значит, еще одна балочка. Значит, вход в кухню будет вот здесь. Вот здесь, вот, наверное, да? Сейчас. Если вот здесь вот будет у нас балка, значит, да. И здесь еще одна. Значит, вход будет здесь. Ну а теперь осталось только дождаться, пока все это дело у нас благополучно соберут. Блин, ребята, как же классно, что у нас все-таки вот, что я додумался сделать склад со стройматериалами внутри помещения. Вы посмотрите, насколько все теперь быстрее. Они не бегают неизвестно куда за ресурсами. И строительство идет просто с реактивной скоростью. Надо еще деревяшку, может быть, тоже внутри хранить, и вообще будет шикарно. По-хорошему, конечно, если бы я играл сейчас не на записи, а играл вот именно для себя, я бы вообще снес под корень это здание, выкопал бы систему подвалов сначала, а потом сверху уже построил бы здание. Так было бы клевей намного. Но, к сожалению, у нас есть некий регламент по времени, да, то есть я в себе не всегда принадлежу в этом плане. Так, ладненько, давайте мы сейчас с крышами займемся, чтобы уж точно завершить вот этот вот зал, чтобы все было максимально по красоте, и главное, чтобы отсюда у нас ушел... Ой, знаете что, ребята, 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 вот я лопухнулся-то. Так, интересненько. А можно как-то вот удалить полы, не удаляя всего остального? Нам же надо сделать обязательно оборонительные полы, ребята. Конечно же. Короче, да, я очень хочу сделать себе оборонительные полы. Куда же без них-то? Римчик приучил, что они обязательно. Без них ни одна колония не выживает. Почему, собственно, здесь должны ребята выжить, если я не сделаю здесь оборонительные полы? Так, что за оборонительные полы, скажете вы, да? Просто взял, посносил все к фигням собачьим. Ну, ребят, так и задумывалось, ну почти. Теперь мы берем вот этот вот кирпичный полик и ставим сюда вот такую вот рамочку классную. И я думаю, что сейчас прям станет красиво-красиво. Так, значит, здесь в проемах у нас камень уложен. Это значит, что можно сюда класть двери. Наверное, давайте просто обычные деревянные, потому что если вовнутрь уже прорвались, то мне кажется, эти двери уже не помогут. Дальше что? Дальше здесь у нас вход будет на кухню. Вот этот склад его надо будет, наверное, перенести. Значит, давайте сделаем как? Мы его сейчас увеличим. Вот сюда. Вот сюда. И теперь вот эту часть мы уменьшим. Во, все. У нас получился склад для жратвы. Вдоль стеночки аккуратненький. И все замечательно. Дальше что? Дальше, естественно, нам понадобится жаровня. Я все время забываю, где они, блин, находятся. Давайте из глины поставим жаровни по углам. Чтобы в этом зале можно было зимой нормально находиться. Чтобы здесь не было прям очень-очень жарко. Ой, жарко. Холодно. Кстати, интересно, а днем что делать? Летом что делать? Ее же... А, ее можно выключить. Вот, это замечательно. Вот это отлично. Угу. То есть, ее таки можно выключить. Так, дверцу мне, пожалуйста, сделайте. Дверь мне запилил. Че-то они не горят. О, все, нормально. Че-то они не горят на работе, да? Итак, значит... Че, все готово? Нет? Потолки на... Вот, свободная комната. Свободная касса. Что мы можем сделать? Мы можем сделать... Так, из дерева, из камня. Слушай, а из чего лучше сделать? Как вы считаете? Состояние, так, габариты, стоимость. Давайте из камня замутим. Такой мы еще не делали. Значит, вот так вот каменный стол. А вот стулья, понятно, я буду делать все-таки из дерева. Еще чего не хватает? Длинных скамей. Потому что, ну, раньше, по-моему, все это... Вот именно использовались длинные скамьи. Я вообще бы по-другому сделал бы вот этот вот тронный зал. Помните, в Вальхейме, как я делал? К сожалению, Вальхейм не пользовался успехом на канале. У меня там такие были глобальные планы на строительство. Я там такую красоту собирался навести. Но все пошло по звезде из-за просмотров, как обычно. Увы и ах. Так, дальше, что меня интересует? Меня интересуют, естественно, знамена. Да, вот они, одиночные знамена. Настенное знамя среднее. Правда, вот я не знаю, на самом деле, куда вас вешать, господа товарищи. И, главное, смогу ли я их сделать? То есть, есть ли у меня вообще лен для того, чтобы их сделать? Их надо, по-моему, штук 8, да? Или 4, или 8. Что-то такое. Есть ли у меня такое количество? Я не знаю. Также давайте, наверное, добавим сюда факелы. Настенные. Причем вот такие железные давайте добавим, чтобы прям вообще по красоте было. Значит, центр здесь. Здесь и, наверное, центр вот здесь. Соответственно, сюда. Еще один. И еще один вот сюда. Так, погоди. Да, все ровненько. Все ровненько и красивенько. Ну, как вы считаете? По-моему, зала получается очень здоровская. Вот только я говорю, льна у меня нету. И поэтому, скорее всего, завершить ее у меня никак не получится. Ну, в смысле, получится. Они смогут здесь есть. Но бафа от зала у них не будет. Ребят, а вот, ну, никто, никто не хочет, нет, завершить вот эту штуку. Так, что угодно, кроме стола. Я понял. Не, смотри, стол тоже начали вроде бы делать. Чем отличаются факелы? Да, по-моему, в первую очередь, внешним видом. Где-то у нас там были факелы. Вот деревянный факел, да? Ну, на самом деле, деревянный факел ничуть не хуже выглядит, чем металлический. Ну, и вот с этим тоже, конечно, непонятно. Погоди. А, так, шерсть 62. Два, погодите секундочку. Кожа 172. А льна нету вообще. Ребята, льна, походу, дела вообще нету. Так, что у нас? О, да. Ладненько. Давайте мы тогда для начала поставим здесь балки, естественно. Раз. И давайте вот так вот два. Две балочки. Сделаем потолок. Это будет у нас большая кухня. Ну, и теперь полы здесь у нас из камушка тоже, соответственно. Так, что сюда еще необходимо? Сюда, естественно, нужен будет столик для разделки туш. Вот он. Стол для разделки туш. Он у нас встает куда-нибудь вот сюда. Не прямо в угол. Ну, здесь мы поставим сразу же с вами склад под эти самые туши. Очистить все. Вот я не помню. Вот они, туши, да? Туши животных. Человеческие сюда тащить точно не надо. Мне кажется, что они здесь не добавят антуража. Ну, точнее, может быть, антуража-то и они не добавят. Но радости нашим поселенцам точно не добавят. Так, вот здесь вот, смотрите, сколько у нас всякого говна. Вот это все надо разбирать, безусловно. Чтоб оно здесь не отсвечивало. Так, двери давайте поставим вот эти вот укрепленные. Что вы мне сюда принесли? Ядритская сила кости уберите отсюда нахрен. Ну, и что сюда надо будет поставить? Сюда надо будет поставить печь. Очаг из известняка. Давайте из глины сделаем. Мне кажется, что он будет классно выглядеть. Здесь у нас сразу спуск вниз, и все ингредиенты будут у нас находиться там. Что еще здесь необходимо разместить? Наверное, вот, пивоварню надо разместить. Хотя, возможно, ее вообще надо вне здания где-нибудь размещать, чтобы прям все вообще по красоте было. Также сюда надо добавить две полочки из керамики. Сейчас мы их найдем. Вот они, две полки из керамики. Они превратят, соответственно, это помещение в кухню. Как это ни странно? Блин, вот, надеюсь, что они сделают, что эти полки станут реальными складами. Потому что, вот, скажем, здесь... Кстати, почему здесь все красным светится? Непонятно. Вот здесь, вот, скажем... Ну, бредово все выглядит. У нас есть целая библиотека, куча полок книжных. И они, в принципе, нафиг не нужны. Но это глупо. Так, а вот здесь вот, что у нас под дверями? Ни хрена у нас здесь под дверями, да? Так, как нам сделать так, чтобы не заметало вот это место под дверью снегом? Ну, это, блин, ну, ну, отстой. Вы посмотрите, что тут творится. Почему так? Непонятно. И посмотрите, насколько они замедляются постоянно здесь. Ну, хорошо. Давайте мы сейчас попробуем разобрать эти двери. Изменится ли что-то вообще? Так, под ней, по ходу дела, есть что-то. Вот деревянная, полость дерева есть. Ну, что вот, что за бред? Почему, как только мы ставим дверь, там случается какая-то дичь? Непонятная непонятность. Я вот не знаю, сейчас она опять покроется снегом или не покроется. Ну, что, как вам? Как вам то, что мы тут намутили-то? По-моему, очень даже прикольно все это дело выглядит. Только вот эти факелы здесь, ну, совершенно не в тему. Факелы мы здесь поставим, только настенные давайте. Причем сразу буржуйские, металлические. Икра заморская. Баклажанная. Факелы офигенные. Металлические. Так, короче, зал у нас есть, но у нас проблемы с сольном и, соответственно, со знаменами. Поэтому можно сказать, что зала у нас нет. Так, что у нас здесь? Помещение 11 градусов. Здесь в помещении у нас минус 4 градуса. Почему? Потому что никто здесь не работает и печки не шпарят, и поэтому здесь холодно. Надо срочно исправить положение вещей. Давайте поставим сюда две жаровни вот так вот в углы. Для такого помещения этого должно быть достаточно. И вот сюда еще одну жаровну. А вот это помещение нам надо будет сейчас переделывать, ребят. Ну, по-моему, по-моему, все по красоте. Как вы считаете? Смотрите, какой классный зал у нас получился. Офигенски все. Но, как я сказал, надо вот этим заняться делом. Давайте мы сейчас посносим здесь все вот эти стеночки. Правда, сейчас тут еще до кучи и потолки обвалятся. По той простой причине. Да, обратите внимание, вообще пипец творится. Все потолки обвалятся. Хорошо, что здесь не как в римке. То бишь, никого этими потолками не убивает. Но придется нам сделать много-много балок. Ну, не много-много, но много-много. Так, давайте вот так. Что там такое? Что случилось? А, понятно. Здесь балку нельзя поставить. Давайте поставим здесь. Вот тут нам надо будет, наверное, разобрать часть. Так, значит, раз, два, три, четыре. Значит, раз, два, три, четыре. Вот эту разбираем. Двух балок тут не хватит. Тут по центру еще надо что-то ставить. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Блин, все равно криво-криса, да. Криво-косовато получается. Где-то через два блока, где-то через четыре блока. Ну, блин. Иначе придется сносить до кучи еще и все верстаки. Их же здесь нельзя переносить. До этого разработчики не додумались. Они копировали RimWorld, но не увидели некоторых вещей, которые в игре, в принципе, доступны. Так, давайте здесь потолочки. Во, потолочки вроде бы все везде ставятся. Это значит, что сейчас это помещение станет, наконец-то, помещением. Да. Что не может не радовать. И можно сказать, что первый этаж у нас частично достроен. Хотя хотелось бы, конечно, здесь навести порядок. В частности, здесь надо будет поставить те самые факелы. Я вот, правда, не знаю. Ну, давайте, ладно, пускай здесь тоже будут металлические факелы. Вот так вот парочка и куда-нибудь сюда. Слушай, а можно прямо рядом с верстаком ставить? Вот так вот прям, да? Ну, я не против на самом-то деле. О, библиотека. Библиотека готова, ребята. Ну что, перестройка нашего донжона идет по плану. И следующий момент, который я хочу сделать, он касается уже крыши. Значит, здесь что? Во-первых, давайте разберем вот эти штуки. Он у нас будет двух-трех даже, возможно, этажный. Но с некоторыми такими. Ну, короче, не просто коробка будет. Не просто будет коробка. Значит, с чего мы начинаем? Нас интересуют зубцы. Давайте мы, наверное, возьмем вот эти зубцы из известнякового кирпича. Сначала с угловых начнем. Значит, ставим их, соответственно, по углам. Понятия внутренний угол у нас не существует. К сожалению. Поэтому внутренние углы будут несколько странно выглядеть. Ну, да что поделать, короче. Ой, ребята, сейчас у нас камень весь улетит. Теодрику придется прям усиленно работать, чтобы обеспечить наши потребности в булыжниках. Ничего страшного. Там зато тепло. В отличие от того, где работает док. Она у нас работает здесь вот наверху. Там у нас тепло. Почему я делаю вот так вот? Потому что я хочу сделать, чтобы можно было на разных этажах обороняться отдельно. То бишь... Ну, увидите, в общем. Идею вы увидите после того, как я это все сделаю. То есть здесь будет еще второй этаж. Безусловно. Но вот это вот, допустим, будет балкончик. То есть второй этаж будет только вот здесь. Причем с небольшим отступом таким. Как я уже говорил, к сожалению, у нас есть ограничение хронометража, потому что нам надо, по идее, уже давно заканчивать с прохождением этой игры в силу очень малого количества просмотров. Поэтому я не могу тут прям поизгаляться и построить то, что я хочу. Так бы я бы этот донжон сделал и с башенками, и со всей херней. Вот. А, короче, обломайся бабками на корабле. Приходится, приходится ограничивать себя очень сильно. Да, и к нам плавненько подкрался песец в виде отсутствия еды, ребят. Еды у нас очень мало, хотя вот сейчас 9 кучек жареного мяса. Это я пошел поохотился. Благо, что волки есть и зайчики есть. Вот, кстати, здесь еще один волк имеется. Я предлагаю еще раз сбегать туда же. Так, Мелисанта, давай-ка вот быстренько разделай оставшиеся тушки. Кстати, кожа у нас в вагоннище. Вот, что не хватает, не хватает торговца. Ребят, не знаете вообще, может быть, есть в игре торговцы? Но, по-моему, по-моему, они еще не введены. Потому что у нас есть куча кожи, но у нас нет льна, к примеру. То есть, это вот то, что нам действительно нужно. Нам нужен лен. То есть, хотелось бы иметь возможность продать, допустим, кожу и купить лен. Для того, чтобы сделать... Ну, или в конце концов, о, мне дали достижение, пищевая цепочка. Круто. Давайте сделаем знамена из кожи. Да хорошо, что здесь френдлифайра нет. Иначе бы я сейчас точно кого-нибудь своих застрелил с теми навыками стрельбы, которые у нас есть. Ладненько. Значит, что у нас еще? Какие у нас еще есть проблемы? У нас есть проблемы с камнем, ребят. У нас есть тут некоторые проблемы с камушком. Известняка у нас точка нет. Что мы можем по этому поводу сделать? Ну, во-первых, можно попробовать покопаться вот здесь. Узнать, так сказать, где у нас собака порылась, кстати. Здесь вот я круто, да? Круто я бы сделал, да? Поставил откапываться помещение где-то совсем глубоко, да? Не-не-не-не-не. Ребят, давайте вот так вот мы сейчас с вами отменим все это безобразие. И попробуем покопаться вот здесь вот, может быть. Может, у нас получится, и мы найдем здесь еще какой-нибудь камушек. Блин, как же неудобно, ребят. Вот как мне здесь сейчас отметить на раскопку? Ой, жесть. Вот я хочу вот в эту сторону покопать. Ну, предположим, вот так вот. Давайте попробуем. Получится у нас, не получится выкопать здесь подвал. Сейчас борода нам расскажет, получится или нет. У нас кончился известняк практически полностью. Ну, буквально он выкопал здесь чуть-чуть. Это ни о чем. У нас было таких кучек, штук, наверное, 20 или 30, когда я начинал строительство донжона. Ой, беда, 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 огорчение. Так, деревяшки у нас тоже маловато. Ну, деревяшка, это не проблема. Деревяшку мы можем заготовить всегда. Впрочем, в принципе, мы и камень можем... Вот здесь вот можно попробовать подобывать. Вот у нас камень, на самом деле, да? Просто хотелось бы не просто добывать, а добывать его, так сказать, с пользой. Проведение досуга. Ребят, я вспомнил, что я забыл. Я забыл стол для нарт сделать. Как я понимаю, других вариантов проведения досуга здесь пока нет. Кто-то мне сказал, что это вообще алтарь. Нет, ребят, это не алтарь, это именно просто игры. И это единственный вообще вариант игры, который у нас сейчас на данный момент имеется. Ну, я думаю, что все это со временем добавится. То есть они механику сделали. Теперь можно... Так, опа, подождите, это что у нас? Это у нас каменистая порода. О, здорово. Прям внутри помещения. Ой, помещение. Внутри нашей базы, да? Единственное, что спуски туда вообще у нас имеются. С этой стороны у нас туда спусков не имеется. Эту каменистую породу мы тоже выкопаем, и потом сделаем туда спуск, а сверху проложим дорожки, чтобы все было по красоте. Еще у нас, смотрите, у нас еще и железо кончилось по ходу дела. Ой, ребята, проще сказать, что у нас не кончилось. Так, здесь каких ресурсов тебе не хватает? Акатышей, да, не хватает. А сколько надо вообще? 30 акатышей. Ну, с этим, опять-таки, проблем у нас особых нету. Заодно и ровка по нем. Давайте вот эту зону мы с вами сейчас выкопаем. Блин, очень странно. Вот посмотрите, что происходит. Что это за дичь? То есть снег растаял, да, снег растаял, но в дверях все равно какая-то хрень. Что здесь такое происходит? Окей, давайте мы опять разберем эту дверь и опять посмотрим, что же там такое. Баг на баге и багом погоняет. Так, это что такое? Почему оно коричневого цвета? Пол из дерева. Ребят, я здесь каменный пол ставил. Серьезно? Куда, блин, делся? Подождите секундочку. Куда делся каменный пол, который я здесь строил? Что это, блин, за гений, мать их за ногу? И даже если как бы он куда-то делся, я не совсем понимаю, почему замедление-то происходит. Ядритская сила. Я бы даже сказал, ядерная сила. Теодрик, куда ты постоянно пытаешься свалить? Так, он развлекается, да? То есть, подожди, вот давай ты сейчас поразвлекаешься с известняком вот здесь вот, потому что нам на строительство его жестко не хватает. Ммм, слушайте, мы березки начали сажать. Что у нас там? Не, у нас все еще зима. День одиннадцатой зимы. Хмм, странно. В общем, чуть-чуть нам тут осталось построить. Вот этот уголок здесь и донжон в том виде, в котором я хотел, он будет уже готов. Ну, первый этаж имеется в виду донжона. Так же, как видите, я тут вот наметил стеночку вот такую. Тоже хоть кусочек, но сделаем. Башня у нас тоже, у нас все не достроено. У нас все в таком, в каком-то зачаточном состоянии. Либо нам таки надо использовать глиняные постройки. Кстати, почему бы не сделать реально глиняный вот здесь вот дом? Для всяких, я не знаю, кому в донжоне места не хватило, короче, их запихивать туда. Пускай страдают на улице. Так, подожди, это что ты сейчас добыл? Соль куча. А нахрена мне соль-то? Объясни мне, мне камень нужен. Известняк. Нет, там можно, конечно, делать соленую еду. Это тоже здорово в определенных ситуациях. Борода Мэдисон. Блин, обратите внимание, что с человеком делает труд. Мэдисон бросил обзоры и начал работать киркой. Добывать для нашего поселения камень. Красавчик. Вместо... А вы говорили, депутат, депутат, заняться ему нечем. Видите, как работает на благо партии? Огонь просто. Огнище, я бы сказал. Так, и нам надо бы туда еще сделать спуск какой-то. Ой, господи. Так, куда бы нам лесенку-то прифигачить? Ну, давайте вот сюда вот. Сюда мы зафигачим полочку. А еще нам надо зафигачить где-то деревьев. И побольше, побольше, потому что у нас уже заканчивается древесина. Так, ты какое? Ты растешь. Значит, тебя мы не трогаем. Взрослая, давай добываем. То же самое. И здесь опять. И еще. Во, ребят, смотрите. Смотрите, у нас здесь березки начали расти. Это тоже здорово. То есть еще и красоту наводим. Еще один интересный момент. Давайте-ка мы попробуем вот сейчас переплавить различные инструменты и так далее. У нас, смотрите, у нас тут куча всякого, ну, не гуна, конечно, но ненужных нам всяких оружия, инструментов и прочего. Давайте попробуем. Сейчас это дело переплавить. Вопрос в том, подожди, а кто у нас этим занимается? Теодрик спит. Ладно, подождите. Борода, наверное. Вообще, теоретически. Вот, да, борода. Блин, у нас борода просто на все руки мастер. Это плохо. Не, не то, чтобы плохо, что борода, чтобы Эндисон всему так хорошо научился-то. Но плохо то, что у нас единственный копатель, это он. Так, и сюда нам надо поставить новую дверь и посмотреть, что же с ней будет после того. Но мы не можем посмотреть, что с ней будет после того, как снегом ее завалит. Потому что, судя по всему, у нас сейчас уже весна начнется и вряд ли будет у нас еще снег. Потому что, смотрите, все зазеленело. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, погоди, а что у нас по еде? Семь кучек жареного мяса. По-моему, нам надо опять идти охотиться. Благо, олени здесь бегают. Ладно, успеем, я думаю, еще поохотиться. Между сериями где-нибудь. Борода у нас занимается усиленно добычей камня. А тем временем к нам пришла весна. Весна добралась до поселения Гринтаун. Солнце согрело землю, пробудив ее ото сна. И наружу тут же пробились первые ростки. Самое время сажать посевы, чтобы собрать урожай на будущий год. Кстати, насчет посевов. Знаете, что мне интересно, а есть ли у нас вообще какие-то посевы? Что-то, из чего мы можем делать лен вообще? Подожди, вот это... А, вот льняное поле, ребята. Куда бы тебя поставить-то? Ну, давай, предположим, вот сюда вот давай сделаем. Вот такое вот поле. 6 на 6 льняное. Займемся посадками. Донжон наш полностью готов. Ну, первый этаж донжона полностью готов. Осталось вот здесь вот стеночку доделать. Но для всего этого нам нужно много камней. Как видите, у нас с этим есть проблемы. Потому что кто-то у нас нихрена не хочет работать. Теодрик, завязывай уже. Завязывай давай с молитвами. Займись, пожалуйста, наконец-то работой. Так. Коли у нас весна, давайте мы сейчас вот эту дверь тоже поставим на держать открыто. Я сделал вот эти ворота держать открыто. И здесь тоже. Обратите внимание, у этих дверей есть, короче говоря, свой какой-то пол. И этот пол просто адово тормозной. И он как бы тормозит персонажей, когда они проходят через дверь. Я не знаю. Это, наверное, все-таки какой-то баг. Я искренне надеюсь на это. Что все-таки если это баг, то его, наверное, пофиксят. Может быть, когда-нибудь. И наши персонажи не будут так просто яростно тупить на каждом прохождении дверей. Ммм, арестант, ребята. Беорн постоянно оглядывался по сторонам. Окровавленные волдыри на щиколотках выдавали в нем заключенного в бегах. Укроете ли вы его у себя? Возможно, его ищут. Да, естественно, его ищут. Меня только другое волнует. Горное дело. Да, господи ты, боже мой. Ну, чувак, извини, конечно, но тебе придется... Я понимаю, что ты портной там в 21 колене. Но придется тебе осваивать горное дело. Так, охота идет лесом. Строительство идет туда же примерно. Добыча, значит, тоже на троечке. Срезание. Срезание растений. Не-не-не-не-не. Это нафиг. Кулинария нафиг. Короче говоря, все вот это дело нафиг. Это партняжное дело. Так, у тебя какой? У тебя десятый уровень партняжного дела. Значит, давай, вот у тебя будет на двоечке партняшка. Исследование нафиг. Это все на троечке. И лэта мы, наверное, поставим до кучи еще и на добычу. Да, надо, ребят, осваивать таки добычу. Строительство строительством. Будем осваивать добычу ресурсов. Потому что нам очень много надо всякой капанины сделать. Тем более, что, по идее, наш бородатый тоже не отличался прям умом и сообразительностью. И в свое время я бы не сказал, что он был прям крутым строителем, когда он начинал этим заниматься. Блин, ребят, я не знаю. Строить из глины наверху разноцветный будет у нас прям разноцветный замок. В принципе, почему нет? Мне кажется, просто нам камня на все не хватит. Вот 800 здесь состояние, 800 здесь. То есть, в принципе, прочность однофикственно, ну, она одинаковая. Поэтому давайте мы действительно попробуем из глины сделать вот это вот помещение. Короче, как-то вот так, да. И здесь у нас как раз будут жилые комнаты. Это царский номер для Гринявого, да. Гринявого-то у нас, кстати, и нету. Кому-то, правда, немножко не повезло, потому что в его комнате не будет окон. Можно здесь какой-нибудь склад сделать, я не знаю. Как вы считаете, что сюда можно разместить? О, Летта пошла осваивать новую профессию. И как у тебя дела? Горное дело пока на единичке. Да, с такими темпами мы будем очень долго его прокачивать, как мне кажется. Хм, интересно, а как док из зала первого этажа строит окна на втором? Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Логика она такая, да. Страшная сила эта логика. Так, лен у нас здесь сажают, это тоже хорошо. 7 дней, 17 часов он будет расти, и после этого мы сможем с вами... Кстати, интересно, нужен какой-то станок для того, чтобы перерабатывать этот лен или не нужен? А черт его знает. И у нас доступно исследование. Что мы будем изучать? Защитное сооружение, наверное. Хотя, давайте исследование, наверное, второго уровня сделаем. Надо будет, соответственно, построить в нашей библиотеке еще один станочек, но всему свое время. Ну и да, кстати, давайте-ка вот что сделаем. Вот сюда мы сделаем складчанский, и на него мы поставим глиняный кирпич. Сюда, значит, вот отсюда мы глиняный кирпич убираем, и вот отсюда мы тоже убираем глиняный кирпич. Чтобы, как обычно, у нас натаскали вот сюда вот глиняного кирпича, и работа пошла намного быстрее. А также имеет смысл уже убрать вот эти склады из дома, потому что теперь, наоборот, у нас пойдет замедление. Теперь нашим персонажам для того, чтобы сделать что-то каменное, надо бегать, наоборот, в дом, и, соответственно, оттуда брать камень. Поэтому давайте мы камень пока сложим куда-нибудь вот сюда. Ну, это тоже будет такое временное явление. Да, мечтать, короче, не вредно. Глины у нас очень много, а вот с печками у нас, конечно, вопросы большие. То есть печей нам явно не хватает. То есть одна вот такая загрузка, она дает 20 кирпича. Поэтому, по всей видимости, нам надо будет сделать еще такие печки. Блин, а можно какую-нибудь электрическую, электромеханическую, что-нибудь такое, короче, замутить? Чтобы она прям очень-очень быстро работала. Нет? Нельзя? По всей видимости, нельзя. Давайте тогда сделаем хотя бы просто еще одну третью печечку. Хоть с одной закладки у нас будет 60 до глины, соответственно. В общем, да, в этой серии, по всей видимости, у меня уже не получится закончить вот с этим вот донжончиком. Я думаю, что будет он у нас двухэтажный. Вот. То есть третий этаж я, наверное, делать не буду. Просто мы сделаем еще какие-то отдельные домики с кроватями, чтобы там уже размещать наших поселенцев. Ну что, если вам понравилось это видео, если вы хотите продолжение, то обязательно ставьте лайкосик. Не скупитесь, на самом деле, всего-навсего вам нажать пальчик вверх, а для моего канала это большой-большой плюс. Также комментируйте, что вы думаете по поводу моих построечек, по поводу игры в целом. Вот. Жду ваших комментариев. Не забывайте, что у нас есть ссылочка на расписание выхода роликов на канале. Она есть в шапке и есть в описании под видео. Ну а с вами был Грини. Всего доброго. Всем пока и отличного настроения. Кстати, тут у нас жестокие вымогатели приперлись. Пока-пока.